Здравствуйте! 24 ноября 1938 года в газете «С.С. Дас Шварц и Корпс» появилась такая статья «Евреи». Что дальше? Вот небольшая цитата из этой статьи. План ясен. Окончательное отделение, полное отсечение. Удалить евреев не только из сферы экономики германского народа. Ни один немец не должен жить под одной крышей с евреями. После аншлюза Австрии в Вене создается Центральное бюро по еврейской эмиграции под руководством человека по имени Адольф Эйхман. Но пока речь идет только об иммиграции. Ну, что значит иммиграции? Никто не собирался оттуда уезжать, но руководство С.С. Адольф Эйхман решает, что евреев надо насильно выселять из Германии и прочего. Ну, поскольку уже прошел аншлюз, то, естественно, можно выселять их из Австрии, ну, из других территорий. И до начала Второй мировой войны Германию, Австрию и Чехословакию покинуло приблизительно от 350 до 400 тысяч евреев. Из 235 тысяч еврейских эмигрантов, которые поселились в Палестине, ну, в будущем Израиле, с 1932 по 1939 год примерно 60 тысяч были немецкими евреями. Ну, немецкими, значит, вот из той же Австрии, ну, еще и из Чехословакии. А 1 сентября 1939 года, уверен, все это знают, но на всякий случай напоминаю, войска вермахта вторгаются в Польшу. И, собственно, с этого момента, с этого 1 сентября 1939 года, начинается Вторая мировая война. 1 сентября началась. А уже 21 сентября, видите, как быстро, в Берлине под руководством Рейнхарда Гейдриха состоится совещание по теме «Еврейский вопрос на оккупированных территориях». То есть теперь Германии принадлежат уже куда большие территории, нежели те, какие принадлежали после Аншлюса. Ну, и там проживают евреи, надо с ними что-то делать. И вся нацистская верхушка сходится в одном – от евреев в Европе надо избавиться. Ну, и там возникают несколько проектов создания гетто в различных районах. Но среди этих проектов возникает один удивительный, любопытный проект под названием «Мадагаскарский». Его так и называли – «Мадагаскарский проект». Ну, вот на моей доске вы можете посмотреть, где расположен этот остров Мадагаскар. Мадагаскар был, ну, по сути, французской колонией, профекторат. То есть Франция распространялась, ее власть на этот остров, она управляла, заправляла им. Ну, а насколько вы помните, про Польшу я уже сказал, про начало Второй мировой войны сказал тоже. А в июне 1940 года Франция, ну, собственно, капитулирует перед вторжением нацистской Германии вот на ее территорию. И летом того же года Франция предоставляет нацистам возможность использовать Мадагаскар вот для создания гетто. Супер-гетто, как говорилось в немецких-германских документах. Проект очень серьезный, в его обсуждении принимает участие, ну, вся нацистская верхушка, включая самого Адольфа Гитлера. Ну, пообсуждали, пообсуждали, проект надо доработать, довести до ума. И вот это доведение проекта до ума поручают сотруднику гестапо, уже упомянутому Адольфу Эхману. И в проекте от 15 августа, видите, он быстро работал, он предлагает четырехлетний план переселять на Мадагаскар по миллиону европейских евреев в год. То есть, видите, распланировал четыре года, каждый год по миллиону, в конце концов, значит, там окажется четыре миллиона на этом самом Мадагаскаре. Ну, а поскольку этим супер или сверх гетто на этом Мадагаскаре должен кто-то руководить, то, значит, по решению того же Эхмана управлять этой колонией будет СС. Ну, все понятно, да, что и как должно происходить. Ну, не заладилось. Война пошла совсем не так, как планировала нацистская верхушка, как мечтал, что она пойдет сам ее лидер Адольф Гитлер. И затянувшаяся битва за Британию. Не буду сейчас напоминать всех событий Второй мировой войны, но у Гитлера была идея захватить Британские острова. Он бомбит Лондон, посылает туда бесконечное количество самолетов, но затягивается. Не сдается, упирается Британия. И мадагаскарский проект оказывается под угрозой. Ну, для того, чтобы все это осуществлять, силы нужны. Ну, нету этих сил, они задействованы на других фронтах. И тогда начинают разрабатывать, верхушка нацистская начинает разрабатывать новый план. И принимает решение. Никакого Мадагаскара, никаких супер-гетто, а гораздо проще. Просто тотально уничтожить всех европейских евреев и окончательное решение еврейского вопроса. Так это называлось у них. И вот на моей доске вы видите письмо Рейнхарда Гейдриха, адресованное немецкому дипломату Мартину Фитеру по поводу окончательного решения. Видите письмо, вот так он все там расписал. И в этом письме там упоминаются различные даты. И в частности упоминается протокол от 20 января 42 года. То есть видите, 42 год. Германия уже развязала войну и с Советским Союзом. И, значит, вот так они собираются решать этот вопрос. То есть иными словами, можно сказать, что для них, во всяком случае, вопрос уже решен. И начинают оборудоваться лагеря смерти. Страшное дело. Не буду сейчас о них рассказывать. Все про это знают. Краматорий, газовые камеры и так далее, и так далее. То есть евреи, цыгане должны быть уничтожены. Но вы не думайте, что проект германский ограничивался только цыганами и евреями. Ведь на оккупированных территориях оказались или оказывались представители, ну, самых различных национальностей. И, значит, с другими неарийскими народами было решено поступить иначе. Ну, поскольку, значит, жить-то Третьему Рейху как-то надо, то этих, значит, народу, славян, в частности, должны были превратить в рабов. То есть, чтобы они обслуживали этот Третий Рейх. Насколько вы помните, он замышлялся как тысячелетний, так его и называл Адольф Гитлер, тысячелетний Рейх. Ну, что из этого получилось, рассказывать не буду, уверен, что все знают чудесно. А вот о чем я хочу рассказать. Дело в том, что окончательное решение еврейского вопроса, эта идея пришла в голову не только Адольфу Гитлеру. 28 ноября 1941 года в Берлине иерусалимский муфти Амин Аль-Хусейни встречается не с кем-нибудь, а с самим Адольфом Гитлером. 28 ноября 1941 года война уже идет вовсю, Германия уже воюет с Советским Союзом. И вот приезжает Берлин, этот самый иерусалимский муфти, приезжает не просто так, а для того, чтобы встретиться с главой нацистского государства, нацистской Германии, Адольфом Гитлером. И чтобы мои слова не звучали голословно, вот вам я на своей доске показываю фотографии этих встреч, так что можете все это увидеть своими глазами. И встречается он с Гитлером не просто так, он говорит Гитлеру, что Германия и арабы естественные союзники, так как имеют общих врагов. И Амин Аль-Хусейни перечисляет этих врагов, это англичане, евреи и коммунисты. То есть вот видите, англичан, евреев и коммунистов, значит, собирается Гитлер уничтожать, и в этом плане ему иерусалимский муфти высказывает полную-полную поддержку. И не просто он прилетел в Берлин, и не просто встретился с Гитлером, он практически всю войну, этот самый Амин Аль-Хусейни, проводит там, ну не в самой ставке Гитлера, но в Берлине ему выделяют место, где он там живет. И он там не просто проживает, он находится на содержании. Германское государство выплачивает ему 50 тысяч немецких марок в месяц. Ну, чтобы вы представили, что это за сумма, большая или маленькая, так вот нацистские генералы, которые командовали армиями, получали в месяц 25 тысяч. То есть, услуги Аль-Хусейни Гитлер оценил выше, и вот, значит, платят ему такие деньги. Ну, и Аль-Хусейни должен отрабатывать, и он отрабатывает. Он неоднократно выступает по немецкому радио и обращается. Ну, вот, давайте процитирую одно из его обращений. «Арабы, вставайте как один и боритесь за ваши священные права. Убивайте евреев, где вы только их не найдете. Это угодно Богу, истории и религии. Это спасет вашу честь». Ну, я привожу только одну цитату, одно высказывание. Поверьте, их было значительно больше, потому что по радио Аль-Хусейни выступал ни один, ни два, и даже не пять раз. Больше того, эти деньги он использует с пользой для той борьбы, которую он ведет. На деньги Третьего Аэха на арабском языке издаются книги. Ну, вот вам показываю одну. Это «Майн камф» Адольфа Гитлера. На те же самые деньги Третьего Аэха издается и другая книга. Известная, известная подделка, уже тысячу раз разоблаченная, но не имеет значения. Я имею в виду протоколы сионских мудрецов. То есть, вот издается и это, чтобы арабское население могло все это читать. Я уже показал вам эти обложки, но я должен добавить еще одну вещь. Дело в том, что изданные тогда на деньги Третьего Аэха вот эти книги, потом в арабских странах массу раз, ну, я не знаю, 10-20, очень много раз переиздавались. Больше того, они переиздаются по сей день. И они издавались, переиздавались и в палестинской автономии. Только теперь это уже происходило не на деньги нацистской Германии, а на деньги организации объединенных наций. То есть, вот видите, так распорядился в свое время Амина Аль-Хусейни, и так это тянется до сегодняшнего дня. Ну, я не буду рассказывать дальнейшую историю этого Амина Аль-Хусейни. Его зачислили потом, по окончании войны, в список преступников, человека, который должен был предстать на Нюрнбергском суде. Ну, Аль-Хусейни улизнул оттуда, перебрался во французскую зону оккупации в Германии, когда Германия уже капитулировала и потом попал во Францию. Из Франции удачно бежал, перебрался в Каир. Одним словом, убежал. Не судили его и прочее. Умер своей смертью. Ну, все, оставлю этого человека. Я его вспомнил только потому, что мне хотелось просто провести параллель между тем, о чем мечтал Адольф Гитлер, ну, и вся нацистская верхушка. Оказалось, что вот есть люди, вот этот самый муфтик, который поддерживал его и так далее. Но, стоп. Говорили-то мы на самом деле. Я имею в виду предыдущее видео, и даже не только предыдущее, о видео и до него, о возникновении ислама. Говорили мы о Мухаммаде, который потом становится пророком. И вдруг я завел разговор вот об окончательном решении еврейского вопроса. Почему? Ну, кому-то покажется, при чем здесь действительно нацисты, при чем Гитлер, при чем муфти. А дело в том, что 7 октября 2023 года произошло событие. Я никаких картинок специально не показываю, потому что то, что произошло, было ужасно. Я живу в Израиле, поэтому рассказываю о том, что произошло, и, в общем, по сей день происходит здесь. И люди ворвались на территорию Израиля, кричали «Аллах Акбар» и прочее, вроде как мусульмане. Но это им не мешало расстреливать младенцев в люльках, и утаскивать женщин, стариков туда, в газу, чтобы держать их потом в качестве заложников. И когда все это произошло, естественно, возникла какая-то ассоциативная связь. Я не хочу ни в коем случае сравнивать Мухаммада там с этими людьми и так далее. Но мне просто хочется понять, я пытаюсь разобраться, возможно, я ошибаюсь, меня поправят, но очень может быть, я так предполагаю, в том, что делал Мухаммад, как он устанавливал этот ислам и прочее, были какие-то вещи, какие-то нюансы, которые потом вот привели к таким последствиям. Как я уже сказал, я ни на чем не настаиваю. Я только просто пытаюсь все это как-то понять, как-то себе объяснить. Я в одном из видео вспоминал и другое событие, это 11 сентября 2001 года, террористический акт, когда были взорваны здания близнецов в Нью-Йорке. Снова не показываю никаких картинок, потому что Ютуб ужасно не любит картинок насилия и прочего. Я не хочу, чтобы они забанили мое видео, поэтому я просто поступлю иначе. Все эти страшные картинки и о вторжении на израильскую территорию, хамасников и о событиях 2001 года, все это представлено в социальных сетях. И я просто под видео дам ссылки, если кто подзабыл или хочет увидеть что-то своими глазами, то по этим ссылкам может пройти и посмотреть. А я, как сказал, буду строить свой рассказ, исходя из того, что я знаю, из того, что я сумел собрать, из каких-то своих предположений. Как я сказал, я человек, я могу ошибаться, и поэтому если кто-то меня поправит, не просто скажет, что все, что вы говорите, неправда, а поправит, внесет какую-то ясность и прочее, я такие реплики читаю, даже на них отвечаю, и отношусь к этому совершенно нормально. Как говорится, сколько людей, столько мнений, и каждый человек, я в том числе, имею право на свое мнение, которое я и высказываю, ну, а ваше дело принимать его или нет, соглашаться, оспаривать и прочее. Ну, я сказал, что начали-то мы разговор с Мухаммадом, и поэтому я сейчас и вернусь к Мухаммаду. Но прежде, чем я к нему вернусь обстоятельно, я кое-что хочу все-таки напомнить. В предыдущем видео я рассказал о том, как Мухаммад изгнал, изгонял из Ясриба, напомню, кто подзабыл, Ясриб, это впоследствии Медина, но во времена Мухаммада этот город назывался Ясриб, так вот как он оттуда изгнал два иудейских племени. И я это не просто вот так рассказывал, я ссылался, и поэтому некоторые ссылки я повторю, потому что мне очень важно, что то, о чем я рассказываю, это не мои домыслы, а это высказано людьми, которые стоят на позициях ислама, которые проповедуют ислам. И вот я, в частности, ссылался на такого человека по имени Адиль Саллахи. Он, во-первых, шейх, ну, ко всему прочему, еще и профессор, преподает в университете и прочее. И вот как этого Адиля Саллахи представляет книгоиздательство «Анфундейшн» Я уже приводил эту цитату, приведу еще раз. Адиль Саллахи является выдающимся исламским ученым современности, человеком, который посвящает много времени делу призыва и опровержению ложных стереотипов об исламе. «Прибывая в Великобритании, он увидел, как мало знают многие немусульмане, о том, кем был в действительности пророк Мухаммад». Почему мне представляется важным сослаться на эту цитату, на эту рекомендацию, которую выдает ему книга издательства? Книга, которую написал Адиль Саллахи, адресована не мусульманам, а именно людям, которые, ну, находятся, исповедуют другие религии или являются атеистами. Вообще никаких религий не исповедуют. То есть для них. И видите, здесь прямо сказано, что у многих неверное представление сложилось об исламе, и поэтому, значит, Адиль Саллахи трудится для того, чтобы мы с вами поняли, и кем на самом деле был пророк, и почему надо за ним следовать и прочее. Книга Адиля Саллахи написана по-английски, это очень важно уточнить, потому что то, что мы читаем сегодня по-русски, это перевод не с арабского, а именно с английского, поэтому тут возможны всякие нюансы. Но все, больше не буду на эту тему, двинусь дальше. Я уже сказал о том, что в прошлом видео я рассказывал о том, как Мухаммад изгнал, изгонял из Ясриба два иудейских племени. И я тут чуть-чуть должен напомнить. Он изгнал племя Кайнука, и изгнал как? Позволил этому племени забрать с собой кое-какое имущество. Ну, женщин, детей и прочее. А было еще другое племя, Аннадир. И с ним он поступил жестче, он заставил их очень и очень многое бросить. Ну, Кайнука тоже оставили свои дома и так далее, но эти оставили не только дома, а им позволили из имущества забрать только то, что можно погрузить на одного верблюда. Ну, и тут просто, ну, вообразите себе. Эти племена проживали в городе Ясриб почти 500 лет. Ну, об этом я тоже рассказывал, об этом и Салхе писал. Ну, вот еще раз приведу из него цитату. «Два главных племени, Медины, Аус и Хазрадж, когда племена Аус и Хазрадж прибыли, евреи уже заселяли Медину». Это не мои слова, это слова Адиля Салхи. То есть, евреи там поселились, ну, после разрушения второго храма во второй половине первого века, ну, нашей новой эры или после Рождества Христова. То есть, они прожили там 500 лет. Понятно, что обросли домами, имуществом и прочее, и прочее, и вдруг вот их изгоняют. И тут надо обратить внимание еще на одну деталь, очень-очень такую, ну, мне представляется важную. То есть, если один из членов племени Кайнука совершил, ну, предосудительный поступок, опять напомню, одна из мусульманок пошла на рынок Кайнука и, устав, села возле ювелирной лавки. Один из них, иудеев, подошел сзади, взял пол ее одежды и подцепил к плечам, ничего не подозревая, женщина встала, и нижняя часть ее тела оголилась. Ну, скверный поступок, я тут ничего не могу сказать. И, значит, за это вот Мухаммад наказал это племя. Ну, совершил какой-то один человек, наказал все племя, но, тем не менее, в общем-то, нам понятна причина, за что, почему оно было изгнано. А вот с другим племенем ситуация, ну, прямо скажем, щепетильная. Меня она как-то задела, потому что там имело место подозрения, только подозрения. Так сказать, никаких доказательств на самом деле у Мухаммада не было. Ну, снова приведу цитату из Саллахи. Когда иудеи остались одни, некоторые сказали предводителю, ты никогда не найдешь более легкую жертву, чем сейчас. Пусть сильный человек поднимется на крышу дома, под которым сидит Мухаммад, и сбросит ему на голову большой камень, и избавит нас от него. Ну, я напомню ситуацию. Мухаммад пришел к этим иудеям из племени Аль-Надир просить денег там. Они обещали ему дать в долг эти деньги, и вот пока они, значит, ходили, то там возникла такая мысль. Кто-то кому-то сказал. Я говорил уже об этом, что этот эпизод освещал не один Адиль Саллахи. Ну, я давайте сейчас вам приведу статую из другого автора. Это тоже человек, стоящий на позициях ислама. Это я имею в виду Тахи Аль-Исмаил. Бану Надир встретили пророка с величайшим радушием и радостью. Но замыслили сбросить на него огромный камень, пока он сидел с ними, обсуждая вопрос о деньгах за кровь. Ну, слово кровь я тут в прошлый раз комментировал. Убийство было. Кто-то из подвижников Мухаммада там убил другого человека, и, значит, надо было заплатить деньги для того, чтобы замереть, чтобы не было кровной мести. Но, опять, вот, значит, такая информация. То есть, кто-то задумал сбросить на голову, значит, Мухаммаду этот камень. Но доказательств на самом-то деле никаких. Единственное доказательство злого умысла – это вот откровение. То есть, Мухаммад сидит возле этого дома, на него вот нисходит откровение, Аллах ему сообщает о том, что против Мухаммада вот замыслили такое преступление, и это оказывается достаточным для того, чтобы Мухаммад принял решение изгнать это племя из Ясриба. Я об этом рассказывал в предыдущем видео, и кому-то может показаться, что я повторяюсь. Да, конечно, я какие-то вещи повторяю, я это понимаю чудесно. Но мне просто захотелось сейчас сделать на всем этом акцент, чтобы появилось, или, во всяком случае, можно было как-то себе представить какую-то психологическую подоплеку происходящего дальше. Потому что дальше будут происходить события, и тоже у них есть какая-то причина. И вот без ощущения этой психологической подоплеки понять их очень и очень сложно. В Ясрибе, кроме двух уже названных племен, проживало еще третье племя, иудейское племя, называлось оно Курайза. И судьба этого третьего племени Курайза оказалась, ну, поистине трагической. Но давайте не станем забегать вперед, а двинемся, что называется, поэтапно. Столкновение пророка с этим племенем происходило на фоне осады Медины армии его собственного племени Курайш, Курайшитами, и объединенными арабскими племенами, ну, язычниками, которые присоединились к Курайшитам. Я должен делать на этом акцент. На этот момент, вот, когда они, Курайшиты и язычники, они в коалицию вступают, осаждают Ясриб, в котором, значит, Мухаммад пытается построить исламское государство, исламский город пока, они все язычники, Курайшиты тоже, они не хотят принимать ислама. И они, вот, вступили в коалицию, и они, значит, осаждают этот самый город, и мусульмане вынуждены защищаться. И Исалыхи будет утверждать, что именно иудеи способствовали созданию этой коалиции, что, дескать, вот, и Курайшиты, и другие племена язычники объединились для того, чтобы воевать с Мухаммадом, потому что иудеи их к этому подталкивали, провоцировали. Ну, давайте я сейчас сошлюсь не на Салыхе, а на Тахе Аль-Исмаил. У него тоже была книга, Мухаммад, я ее уже показывал на своей доске, вот, еще раз показываю, и вот небольшая цитатка из этой книги. «Старейшины племени Надир отправились, чтобы встретиться с Курайшитами, и захватили с собой вождей некоторых языческих племен, проживавших рядом с Меккой». Очень важное замечание. «Старейшины племени Надир». То есть, оказывается, вот этому сплочению язычников, этой коалиции, или созданию этой коалиции, способствуют, да, иудеи, но совсем не из племени Курайза, а из племени Надир, из того племени, которое Мухаммад изгнал из Ясриба, и у них остался, ну, тяжелый осадок. Но я уже вам сказал о том, что никаких доказательств, что они там собирались бросать камень на голову Мухаммада, в общем-то, не было. Было только откровение, неспосланное от Аллаха. И поэтому эти члены этого племени Надир считали, что Мухаммад с ними поступил несправедливо. Он изгнал их из города, и, как я уже успел рассказать, ссылаясь на того же Саллахи, изгнал достаточно жестоко. То есть, не то, чтобы заставил бросить дома, заставил там бросить все, чем люди обзавелись за те 500 лет, что они жили в этих краях, а только то, что смогли погрузить на одного верблюда. Я сказал, что мне хочется, чтобы как-то вы почувствовали какую-то психологическую подоплеку. Я никого не оправдываю. Ни племя Надир, если действительно выходцы из этого племени пытались или способствовали созданию этой коалиции против Мухаммада. Все это плохо, я все понимаю. Но, тем не менее, почему они это делали, в общем-то, ну, как-то, как-то можно понять. А что касается изгнания, то они отправились в город, ну, я говорю город, это неправильно, это оазис такой был, который назывался Хай-Бар. Ну, давайте этот оазис вам покажу, ну, естественно, фотография сегодняшняя, как он выглядит. Это оазис расположенный севернее, Ясриба или Медины, где-то примерно, ну, 160-170 километров. И туда, значит, были изгнаны вот эти самые все племена. И когда это племя Надир, будем считать, поспособствовало созданию этой коалиции, только после этого племя Курайза вошло в нее. То есть инициатива все-таки исходила не от них, а от другого племени. Ну, давайте я здесь остановлюсь. И о том, что произошло дальше, расскажу в следующем видео, потому что рассказ у меня еще достаточно долгий. А начав рассказывать о том, что происходило с этим племенем Курайза, ну, и порвать наполовину этот рассказ мне не хочется, поэтому давайте сейчас я попрощаюсь с вами и обещаю, что появлюсь в самое-самое ближайшее время. До свидания. Продолжение следует...